Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий интересный вопрос. Была ли Мария Магдалина той самой блудницей, омывшей миром ноги Спасителя? Вопрос интересный, популярный, задают его даже те, кто от веры весьма далек. Но где-то что-то слышал, смотрел фильм по книге Дэна Брауна и начинает расспрашивать. А вот вы знаете, что там в ваших Евангелиях неправильно все написано? Вот через две тысячи лет нашелся человека, который все правильно написал, поработал в архивах каких-нибудь ватиканских, конотопских, и много чего нашел. Но нет, в Писании нет даже намекка на то, что Мария Магдалина была блудницей. Вот никаких. Ясно только одно, что Господь из нее изгнал семь бесов. Все, что она служила ему, ходила за ним, вместе с другими женами, которые вошли в историю под именем жены Мироносицы. Иоанна, Сусанна, Мария, другая Мария, Мария Магдалина, Марфа и Мария. Много женских имен мы встречаем на странице Писания. Некоторые служили имением своим, Христу. Возможно, жена Хузы, домоправителя Ирода. Кто-то готовил, кто-то слушал, а кто-то ходил. Но Господь как-то сказал, что кому много простится, тот больше любит. В одной из притч, сказанной Симону Фарисею, естественно, человек, который был изгнан семь бесов, не мог не любить того, кто этих бесов с тебя изгнал. Это любовь какая? Дружественная. Любовь благодарственная. Как если бы я из вас изгнался от бесов, и как бы вы приходили бы, говорили бы, Отец Владислав, большое тебе спасибо. Чем могу помочь? Вот, а тут сам Христос. Все, больше ничего не известно. О Марии Магдалине. Знаем мы уже из церковного предания историю с пасхальным яичком. Знаем из Священного Писания, как она приходила на гроб Господень, да помазать миром тело Спасителя. Встречу со Христом, которого она приняла за садовником. Известную непростую беседу с ней. И все. Где-то через несколько веков, через тысячу лет практически, один из римских пап вдруг решил, что он в одной своей проповеди сказал, что она блудница. И понеслось. И в западной традиции как-то сильно укоренилась эта мысль. Вот же папа сказал. Мало ли, что там в Евангелии написано. Папа сказал. Вот, потому на фресках-то как-то изображалась. Вошла в историю западных проповедей из западной художественной культуры. Но ни в Византии, ни на Руси, ничего подобного не знали и слышали, не слыхивали. Потому что эта идея совершенно противоречит Евангелию. Пусть Мария Магдалина, чья память празднуется 4 августа по новому стилю, помолится о каждом из нас неразумных и даст нам силы изучать свою веру. Изучайте Писание. Читайте толкование на него. Чтобы не простоволоситься хотя бы перед самим собой в таких простых, на самом деле, вопросах. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.